Роман Козырчиков. Хорошая девочка Лида. Пьеса в одном действии. Действующие лица Лида, 20 лет, и Боря, 20 лет. День мрачного ноября, кухня в Хрущевке, видно, что съемная, куча ненужной посуды, стены жирные, потолок прокурен. В центре на табуретке сидит Лида, на ней джинсы и грязный свитер. У окна стоит и курит Боря, он в трусах и футболке. Лида, ты понимаешь, у меня настроение такое было, идти по улице, слушать грустную музыку и срадать от любви. Ну я и пошла, пока шла, накрутила себя, что ты меня не любишь. А пока до магазина, получается, дошла, уже придумала, как брошу тебя, ну как бы с болью в глазах, понимаешь? Ну как бы я люблю тебя, но ты меня не любишь, поэтому я ухожу. А если бы ты вот стоял у дверей тут, получается, я у окна, у меня бы из правого глаза стекла слеза. Ну вот, а потом, получается, Настя мне позвонила и выпить предложила. Так вот и получается, что вот так вот это все. Боря, на свитер мой наблевала? Лида, да я вышла в магазин вообще огурцов купить, а тут вот Настя, как назло. Боря, дальше что? Лида, ну откуда я знаю, Боречка? Я проснулась вообще у Ирки. Звоню ей, ты где? Она мне, ой, а я у Насти проснулась. Я Настя, она говорит, ой, а я в ревде. Боря, а муж ее? Лида, какой муж? Боря, Лида, ты охренела? Иркин муж где проснулся? Лида, Боречка, представляешь, я забыла, что у нее муж есть. Боря, Лида, ты охренела? Я прихожу, у тебя нет, телефон выключен, помидоры раскиданы по кухне. Пришла с засосом. Ты охренела? Лида трогает шею. Боря, мне Ирка позвонила, сказала, держи свою прошмантовку на цепи, тогда, если она такая вот. Лида, вот пидороска. Боря садится и ест помидоры. Лида, ну я не помню, вот, получается. Чего бы я, не заметила, что ли? А засос этот хоть Ирка, хоть Настя поставить могли, но ты же знаешь, какие они выпимши. Боря не отвечает. Лида, ты сегодня-то опять ночную? Боря молчит. Лида, я супа наварю, с собой возьмешь. Боря, а че? У тебя планы, наверное, на ночь? Лида, секреты кончились? Давай я сбегаю, скинешь мне сотку? Боря молчит. Лида, у меня-то получка через неделю только получается. Боря, тебе лишь бы в рот что-то засунуть. Боря достает пачку сигарет из кармана, швыряет Лиди, та поднимает ее, закуривает. Лида, а хочешь хлеба порежу? С хлебом поешь. Боря, проснулась ты. Дальше че? Лида, я, значит, получается, водички попила, заряжаться села. Потом, получается, нашла в подъезде бычок, додавила его, хлопнула пиво какое-то прохищение. Ну, по столу нашла. Получается, потом я... Боря, Лида! Лида, а, ну, а я потом домой пошла? Боря, я думал, ты из балкона выпала. Рванулся под окна, снег копал. Вдруг тебя дождем в грязи утопило. Лида, я тоже сразу рванула к тебе, как вскочила. Боря, только пиво сначала хлопнуло. Молчат. Боря, кто проснулся с тобой еще? Лида, я, знаешь, как перепугалась, что ты голодный пришел? Ой, скользила, бежала, вот прям как лыжница. Боря, отрезая кусок лево, солит его, ест. Лида, я одна проснулась, в кровати. Ну, там парень еще синяком валялся, но он в ванной. Боря поперкнулся, закашивался. Лида, стучит ему по спине. Боря, живой! Лида, он дверь за мной закрыл. Боря, поцеловал на прощание? Лида, я проснулась одна, Боречка. Лида, глаза продрала, а вокруг роскошь, ну, как в кино про кармелиту. Боря, богатая квартира. Лида, я глаза продрала, думаю, а где же Боречка мой? Господи! Боря, а что не осталось тогда? Лежала бы на перинах. Молчат. Лида, ой, полы какие грязные, надо тряпкой пройтись. Боря, свитер, стирку брось. Секс-бомба хренова. Лида снимает свитер, садится на табуретку, начинает плакать. Боря забирает помидоры, уходит в комнату, садится там на диван. Лида идет за ним. Лида, я что, некрасивая? Ну, почему ты так сказал? Боря, если не отвечает. Лида, мы с восьмого класса вместе. Уж как получается? Шесть лет? Ты мне шесть лет говорил, что я красивая. Ты что ли врал? Боря молчит. Лида, меня в кофейню взяли только потому, что красивая. Я же этот аппарат и в глаза раньше не видел. Мы же деревня сраная. А взяли, что красивая. А Ирка ерунду городит. Ходит сама такая недотрога. Ни пальца в рот, ни сантиметра в зуб. Она, знаешь, такую порнуху смотрит? Я вообще с этим ее мужем срать бы рядом не села. Я потому, что красивая. Боря, в дождь сходи. Лида подходит к зеркалу, вытирает слезы, рассматривает засос. Да это точно Настя. Тут как бы, видишь, будто укус и зуба нет. Но получается, она ведь вышибла себе об крылечко алкомаркета. Боря, у тебя все подружки запойные. Лида. Она к десяти в КБХ убежала, распласталась там. Тут вот видно, вот-вот видно. Прореха в зубах. Ну как бы, видишь, да? Смахивает на ее челюсть. А что ты думаешь? Мы раз в кофейне кофе что ли пьем? Ну, твои заводские будто трезвые часто? Разглядывает себя в зеркале. Вот мы вроде нормальную одежду берем, хоть и рынок. А я все равно как дешевка выгляжу. Есть во мне что-то дешманское? Боря, у тебя мать алкашка, побойся генетики. Лида. Ее вчера из церкви выгнали. Она кота крестить притащила. Боря, тебе двадцать лет, а ты батю моего перепьешь. Лида. Ей сказали, что у кота нет души, и вышвырнули их. Лида подходит к Борю, гладит его по голове. Он бьет ее по руке, она садится рядом. Лида. Ну скинь мне полтос, я за минералкой слетаю. Я минов взяла вчера за место огурцов. Получается, молчат Лида. Боря, ну не изобрели еще такой алкашки, чтобы я на мудачье это запрыгнуло. Ты-то у меня вон какой красивый. Волосы такие мягкие, молоком пахнешь, как кот. Только у тебя есть душа? Никак у мамкиного. Боря, на меня начальница наорала, что я как черт выгляжу. То, что куртка завалена известкой. Абразина говорит. Лида. Пускай на тебя посмотрит. Она на говно похожая. Мы тебе за зиму хорошую возьмем с получки. Нам помнишь, скидку мужчина обещал на рынке? Молчит. Ой, надо половик отшоркать. Вдруг хозяйка придет. Молчат Лида. А помнишь, батя твой узнал, когда про нас побежал за тобой с ремнем, полдеревни гнал тебя, а ты в церковь забежал, и он не рискнул туда. А ты ему написал секвариния в ватсапе, и он понял, как сильно ты меня любишь. Молчат Боря. Да он забухал просто и забыл про нас. Молчат Лида. Я все-таки на Настю грешу. Она мне просто вырезать могла по шее. Забарагозила по пьянке, поди, как обычно. Молчат Лида. А хочешь, дошики заварим? Молчат Боря. Я там в цехе у нас сегодня присел, уснул, минут пять спал. Приснилось, будто иду голый по коридору у нас. Вот две цеха. А из дверей все повылазили, смотрят, пальцами тычут. Как обосленный. Короче, иду, а в конце там начальница стоит в тупике и орет на меня матами. Но это будто не она, а ты стоишь. И орешь на меня матами. Лида. Я на тебя матами даже думать не могу. Боречка. Молчат Лида. Ты похудел, мне кажется. Молчат Лида. Я помню, ты матами класснуху оборал ради меня. А потом еще ради меня согласился в театр поехать. Хотя парни ржали над тобой. Боря. А я помню, ты соседку мою отмудохала рыжую. Она когда мне рубаху новую спецом порвала. Лида. Нечего на Бореньку руки распускать. Я ей только хрящ сломала. Боря. Опозорила меня перед пацанами. Молчат. Лида снова пытается погладить его по голове. Он снова бьет ее по руке. Боря. Я в пятницу к матери поеду. Они с отцом разводятся. Лида. Схера ли они? Боря. Потом вернусь и съеду с квартиры. Лида. Куда съедешь? Боря. Потому что ты, блядь, Лида. Молчат Лида. Ты на выпускном полез к техничке целоваться. Я тебя простила. Ты, когда сюда приехал, тиндер скачал. Я тебя простила. Я, может, шеей ушиблась. А косяк. Боря. Ты на выпускном в клумбу лицом упала после спирта. Лида. Ты на карантине еду на велике развозил. А я пешком бегала. Даже не предложил. Боря. Я тиндер скачал, чтобы тебя прочекать. Лида. Я, конечно, не умею кататься. Но предложить-то тяжело было. Боря. А может, тебя тракнули в шею? Лида. Ты же не помнишь ничего? Лида. Я, когда тиндер скачал, а ты что сказал? Подскажи это слово. Боря. Это ты домой с засосом пришла? Лида. Произнеси это слово Боря. Боря. Шмаровозка. Лида. И после такого выражения, такого наименования, я почти даже не орала на тебя. Боря идет на кухню, возвращается с сигаретами и идет к балкону. Лида. Штаны надень, там холодрыга. Боря исчезает на балконе. Лида вырывается к нему. Тоже закуривает. Лида. Ты мне что подарил на 8 марта? Бомбочку для ванны? Боря. Это называется романтично. Лида. Это называется чисто символически. Молчат, докуривает, идут в комнату, садятся на диван. Молчат. Боря. Остался бы технарь наш кончил и в институт поехал. Лида. А я бы мужика в тиндере нашла. Молчат. Лида. Тебя бы не взяли в институт. Боря. На тебя бы в тиндере не позарились. Молчат. Боря. У меня только по-русскому тройка была. А у тебя по всем. Только по физре четверка. Лида. Лида. Что? Боря. А помнишь, когда ты матери своей про свадьбу заикнулась? Она тебя проводом отклистала. Ты приходишь и мне такая. Видишь, Боречка, какая у меня любовь к тебе? И спину мне показала. Молчат. Тогда выпал первый снег. На твои красные рамки. Лида. Я ей тогда провода от телека порезала. Боря закрывает лицо руками и начинает плакать. Я такой нищий еб. Я ничего не могу. И твоя спина это в снегу. И засос это. У тебя шампанское хоть за пятьсот может. Хоть что вообще? Ты красивая же. Вот делай, что хочешь. Но это спина твоя тогда на снегу. Я тогда понял все. Ты понимаешь, мы же не так хотели. Но я же тебя... Я так не могу. Я поеду в пятницу и повежусь там. Ну прости меня, Лида. Стук в дверь. Они встают, слушаются. Стук продолжается. Лида. Тихо, не открывай. Боря, кто там? Лида. За домофон неуплочено. Вдруг хозяйка. Не открывай. Вдруг выгонит нас. Я половить не отшоркала. Боря. А что она пришла? Колотится. Лида. Боря, страшно. Не открывай. Выгонит. По вокзалам пойдем, как дворняги. Помнишь, она орала тогда на нас. Вышла. Я обещала, если что, вдруг. Боря. Да мы тихие, вроде как мыши. Лида. Спрос, что это вон. Выкинули ни за что. Прислушивается. Стук продолжается. Лида берет Борю за руки. Говорит. Не откроем. Боря. Боря, держись за меня. Перейдем. Там уйдут. Мы никому не нужны. Поколотятся и уйдут. Я тебе. Тебе только нужно. А ты только мне. Там ошиблись, наверное. Держатся за руки. Молчат. Боря. Мы троечники. Так бы учились в институте, как нормальные люди. Разбогатели бы потом. Лида. Боря, не уезжай, а. Боря. Ну, вдруг это соседи. А мы их топим. Лида. Два года уже в городе и выживаем. Нормально же. Боря. А вдруг это из банка. Мы просрочили на три дня. Лида. Ничего не было, Боря. Ты ведь знаешь, мое сердце, оно бы так не смогло. Стук продолжается. Боря. Тихо, Лида. Они уйдут. Ну, вспомни, вспомни хорошее. Лида. Лагерь на озере. Озеро ездили. Суроков сбегали. На пустыре пиво пили. В лесу валялись. В небо смотрели. Что еще имена отдавали нашим детям. Боря. Александра. Лида. Николай. Боря. Сейчас сначала ночь будет, а потом утро. И тогда точно уже уйдут. Всем же на работу надо. Стук прекращается. Лида. Ушли. Боря. Ушли. Они смотрят друг на друга. Потом смотрят на себя в зеркало. Боря. Я что, реально? Абразина? Лида целует его в плечо. Абразина мое. Ненаглядная. Смотрят на себя в зеркало. Потом садятся на пол возле дивана. Молчат. Смотрят на оборванный кусок обоев. Лида. Жалко, мать картину не отдала с изображением рая. Тут бы хорошо смотрелось. Боря. А можно все обои оторвать? И так современно сейчас. Лида. Хо. Хозяйка башку оторвет. Молчат. Лида. С моей запехи. Получается, тебе куртку возьмем. Твоей тогда. А нет. Твоя, считай, за квартиру пойдет. Моя потом на еду. Надо как-то нам обувку зимнюю взять. На вечер встречи ведь надо ехать. В римках, что ли, попремся. Молчат. Лида. Жалко, нас тогда на вокзале обворовали. Там курточка демисезон из корж-зама бордовая. Помнишь? Золотой цепочкой. Красивая. Могли бы в ней поехать. Боря. Там мои сланцы для морей были, которые я после ванной носил. Лида. Ну, тоже красивые были. Молчат. Лида. Прикинь. В Гуччи приедем такие. Все в осадок выпадут. Смеются. Молчат. Лида. Ты бы куда хотел в отпуск, если бы мы были богатые? Боря. Фу, я бы на песке валялся. Лида. А я бы в культурологическое куда-нибудь. Музей. Боря. Ты в краеведческом через полчаса ныть начала. Молчат. Лида. Давай закроемся тут и будем думать, что мы необычные, а все дураки. Боря. Закроемся и будем думать, что мы другие, а все дураки. Лида. Так оно и есть, Боря. Молчат. Лида. Жалко, что у тебя родители разводятся. Боря. Жалко, что кот попадет в ад. Лида. Я ведь хорошая. Боря. Ты хорошая девочка. Лида. Лида. А если мы не разбогатеем, Боря? Вообще до конца жизни. Никогда. Вдруг так будет всегда, а? Боря пожимает плечами. Молчат. Лида. Я когда бежала сегодня с пьянки, я вспомнила, вспоминала, вот как мы птиц в лесу слушали. Мы же тоже были нищими. А может, и не важно тогда, что бедные? Боря пожимает плечами. Молчат. Боря. Там вылезали анки в лесу. Лида. Молчат. Боря. Смотри. Лида. Снег первый пошел. Лида. А ты знаешь, что когда человек любит, он повторяет любимое имя. Боря. 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 Полчит. Мне, Боря, кажется, надо как-то беречь свою душу. В чистоте, что ли? Потому что если свет погаснет, то все. Тот свет, который в нас есть, если он погаснет, то все. Боря. Боря. Не плачь. Лида. Лида. Пятерочки. Курицы по дешевке я взяла. Супа наварю. Будем есть неделю. Как собаки. Боря. Не плачь. Лида. Темнеет, идет снег. За окном загораются чужие чьи-то фонари, чужие окна в черном ноябре. Они сидят в темноте на полу у дивана И держатся друг за друга. Конец. Екатеринбург. 8 октября. Продолжение следует... Продолжение следует...